Это Дмитрий и Арина. Уже не первый год спортсмены покоряют трамплин, а точнее ледовое полотно на пути к Олимпу в керлинге. Вот еще одна ступень к взятию вершин. Первенство у Сурийского округа. Дима Колотович в этом виде спорта уже четвертую осень. Ему 17 лет. И парень уже кандидат в мастера спорта. Юноша сравнивает керлинг с игрой шахматы только на льду. В целом, каких-то особых методик нет. Но в командной работе есть важные аспекты. В смешанных парах все практически первые броски, практически у всех они одинаковые. А дальше уже мы выполняем, исходя из того, что нам нужно, из целей и задач на энд или игру. Арина Кириллова посвятила керлингу три года. За это время укротительница гранитных камней уже успела достичь первого спортивного разряда. Впереди соревнования, на которые много планов по усовершенствованию навыков и знаний, а также покорение новых вершин. У нас в Сочи будут соревнования. Потом мы прилетаем в Уссурийск и через три дня мы летим на Сахалин. Там будут соревнования Дальневосточно-федерального ООО? Да, все верно. И там есть возможность. Все-таки надеюсь, что взять ПМС. Наряду с Дмитрием и Ариной за первенство боролись еще семь команд. Соревнования проходили среди смешанных пар возраст участников до 19 лет. Керлинг только набирает популярность в нашем округе. И на сегодняшний день есть группа не только для детей, но и для взрослых. В численности у нас 50 человек. Но мы еще набираем. Ведется у нас набор детей с 8 лет. Так что приходите к нам. Вот сейчас у нас стало на один комплект камней больше. И мы можем играть на трех дорожках. В первенстве округа среди смешанных пар третье место пьедестала заняли Ирина Нестеренко и Марк Филатов. Серебро ушло Ане Артеменко и Тимофею Герасименко. Ну а золото забрали Виктория Малашкевич и Влад Маслов. Федерация Керлинга приглашает на обучение детей и взрослых обращаться по телефону, который указан на экране.